Сейчас он доволен. Ну, сейчас снимаю. В этом выступлении предоставляется начальник уголовного штаба, первому заместитель уголовкомандущего службы войсками генерал-полковик Уташко-Шкуровов Василий Петрович. Товарищи пациенты, поздравляю всех выпускников с успешным завершением учебы в Московском высшем общевойсковом командном училище. Это всегда рубежное памятное событие в жизни каждого лица. А для вас оно в особую торжественное и знаковое. Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского войска были и остаются источником сборной твердости и силы нашей армии. Разрешите мне зачитать поздравления министра обороны Российской Федерации. Обратите внимание на выпускников общевойскового командного училища Московского в Кремлевце. Дороженцы, сегодня в жизни каждого из вас не забываем о ней о том, что завершено обучение в военном вузе. За годы учебы, проявив настойчивость и целесустремленность, вы приобрели надежный богатый знаний и навыков, мастерства, необходимые для решения задач по обеспечению военной безопасности и обороноспособности государства. Уверен, что в условиях появления моего призыва вопросов, помоченные компетенции управленческой, эксплуатационной и других видов деятельности позволят вам образцово выполнять свои снеживные обязанности, быть для подчиненных примеров верности воинскому толку и присядникам. Благодарю профессорской преподавательности состава, командиров и наставников, всех, кто не только передавал практический опыт, но и вкладываю душу и сердце в вашу подготовку. Поздравляю ваших родных и близких, которые должны гордиться вами, своими защитниками. Примите самое доброе пожелание здоровья, счастья и благополучия, скорейшего становления в должности карьерного роста и успеха в обратном труде на благо общества, министра обороны Российской Федерации, генерал армии Шойков. Еще раз хочу вам лично поздравить вас в совершении учебы, желаю успехов в почетном и благородном деле, рад вам слажения отечествами, здоровья и счастья вам и ваших родственников. Молодое выступление предоставляется членам Государственного Совета Российской Федерации, депутату Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, руководителю фракции ВДБР Жириновскому Владимиру Вольфовну. Сегодня поздравить вас с выпуском из вашего родного училища пришли депутаты и сенаторы Генерального Собрания. Это не только праздник, что вы стали офицерами лейтенантов, но только вам дозволено стоять на этой самой лучшей площади не только Москвы и России, но и всего мира. Потому что по этой площади в 41-м году ушли войска, которые расстрелили Германию, а другие войска ночью сбегают из тех стран, где они пытались навести порядок, последняя эвакуация американцев из Афганистана. Вы не просто наша армия, лучшая часть ее, новое пополнение, новое поколение офицерского корпуса. Но вы не только защищаете нашу страну, но вы сегодня обеспечиваете безопасность всей планеты и земля. Вести вас не будет, не будет России, не будет всего мира. Везде будут коллапсы, везде будут сумасшедшие пожары и наводнения, как сегодня это стихида и бедствия. Это будет уже социальная и государственная. Поэтому вы должны гордиться. Для вас это праздник не просто одеть лейтенантские погоны, а праздник быть армией, которая обеспечивает мир, безопасность всей планеты. 7 миллиардов. Они не умеют воевать. У них нету армии. Армия одна. Здесь русская армия. Вы наследники и Кутузова, и Жукова. Только вы побеждали сюда. И они боятся нас. Но что делать, если вы победители, а они всегда проиграли. И вы видите, они уходят со всех своих баз. А русскую армию зовут, зовут, встанут на колене и вы узнаете, что мы спасли их. Потому что готовятся к вторжению в Азии и беспокойный Южный Кавказ. Ближний Восток не дымит Украина. Они играют в войну, воевать не могут и хотят. Готовы заплатить новые деньги, потому что их солдаты не участвуют в реальных военных сражениях. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы из вас, из лейтенантов, выросли будущие генералы, варшалы. И это пройдет всего 20 лет. Мы придем сюда. И они придут сюда. В новой форме. И вы обязательно получите наград. Мы, конечно, хотим, чтобы не было потерь у нашей армии. Но в гражданской жизни куда больше потерь. То самолеты падают, то моезда, то мосты отрушат, то еще что-то. В общей жизни всегда. Кто не умеет, кто слабит, может оказаться жертв. Рост хорошо подготовлен. Это лучшие училищи. И мы добьемся, чтобы у вас было звание гвардейское. Вы и есть в нашем партии. Варень вернится страна. Если у вас нет в вагонах русской армии, то трудно определить закон государственных, в котором мы живем. Поэтому вы доблестно представляете. И страну сейчас за вами снимят. Все генеральные страны, НАТО, Америка, Германия. Потому что они не знают, что им делать. Они не смогут выиграть больше ни одного сражения. Они занимаются только пропагандой. И мы тоже можем заниматься пропагандой. У меня военная учетная специальность как раз спецпропаганда. ВУЗ-2026 до сих пор помню. И так служил на Кавказе. 50 лет назад я начал послужбу. И, так сказать, наших офицеров поднимали. Для самолетов можно помочь. Аравия у кого-то делит поражение за поражение. Сколько оружия и денег не давай, где крыларня. А война заканчивается поражением. Русский дух, божество, смелость, отвага только у русского солдата, где офицеры. Вы армия шаговались в ту орган. Вы с Кутузовым нашли до Парижа. Уже с другим товарищем. Отсюда из Москвы он вел вас до границы. И с другими маршалами до Берлина. Вы брали столицы всей планеты. Вы все громили. Они с завистью спорят. Мы им даем лучшие самолеты. Космические аппараты. Мы ничего не получим. Это уже жить на этой русской земле. Быть вдохновленным. Потому что это центр мира. И туда, далеко в Азию и в Европу. Это все мы. Столица всего мира. Я вас поздравляю. С этим замечательным днем. 24 июля. Запомните этот день. День рождения каждый год. Новый год каждый год. А этот день единственный у вас. Может быть, был академия. Но самый первый праздник выпуска. Это родное училище. Ваши соны должны со слезами на глазах провожать нас с ним и радостно кричать вечером. Теща должна молчать. Она никогда не возникала. Вы глава семьи. И мы, главное действие, жрецом для нашей Родины. Чтобы была счастливая семья. Хорошие квартиры должны быть. У нас еще нет ничего. Нишевые машины. Какие-то дачи. Нормальный отдых. Въездинское окружение. Армия заслужила. Чтобы иметь более высокое. Жалую. Довольствие. Жить более комфортно. Сложно. Это все будет. Мы постараемся обеспечить. Здесь комитет по обороне. Государственные дамы. С праздником, дорогие лейтенанты. Вы армия, которая сегодня защищает всю планету. Сложно. Слово света. Слово для республики предоставляется председателю союза выпускников Московского высшего общевойскового командного училища, выпускников училища 1968 года, генерал-полковник Борискину Виктору Михайловичу. Уважаемые кремлевцы, позвольте поздравить вас с производством офицеров и выбором профессии Родину защищать. Сегодня мы все 256 лейтенантов приняты в союз выпускников Московского училища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый путь, лейтенанты кремлевцы! Опора нашего государства! Честь имею выпускник от 1982 года. Слово для выступления предоставляется депутату Государственной Думы четырех созывов выпускников училища 1982 года А.Пельсов Сергей Николаевич. Товарищ член Государственного Совета Российской Федерации! Товарищ первый заместитель главнокомандующего с сухопутными войсками! Товарищи генералы и офицеры! Сегодня на главной площади страны в ряды вооруженных сил России вливается новый отряд молодой элиты сухопутных войск. Глядя в открытые лица молодых офицеров, испытываю особое волнение. Я, выпускник московского высшего общевойскового команды орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменного училища Верховного Совета РСФСР, стоял в таком же строю 40 лет назад.